ПОЛИТИКА, ЛЮДИ, СТРАНА Прошедшая неделя нам запомнится как неделя отставок градоначальников. В Кишиневе и Бельцах мэры заявили, что всему есть мера. И в знак протеста против действий демократов подали в отставку. Эти отставки приветствовали все политические партии. Тем самым, фактически, они объявили своим сторонникам о мобилизации. Потому как уверены, что сами выборы должны состояться 20 мая. Это предусматривает закон. Впрочем, социалисты пошли еще дальше и предложили в этот день провести досрочные парламентские. Словом, весна предстоит жаркая. По крайней мере, политическая. Но пока на дворе февраль, самое время задуматься, как эти решения отразятся на раскладе сил в стране. Кто может стать фаворитом, а кто оказался к такому повороту не готов. И главное, выиграют ли от этого избиратели. Разбираться будем с этим в ближайший час. Вы смотрите Полюс. Часть первая. Политика. И я представляю своих гостей, которые добрались сегодня до Полюса. Это политолог Корнелий Чуря. Добрый вечер. Александр Слуцарь, вице-председатель платформы «Достоинства и правды». Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Муниципальные советники Станислав Бартанян. Здравствуйте. И Александр Денисов. Иван, добрый вечер. Ну что ж, тема у нас интересная. Мы слышали, что оба градоначальника во всем обвинили демократов. А мне интересно послушать вас. Вот что легло у вас в основу этих отставок. Почему так решили? Госпанчур. Я думаю, что надо исходить из этих заявлений, направленных против демократической партии. Тут уже интерпретации, наверное, будут разными. Но все же, мне кажется, что между этими двумя отставками есть определенная связь. И оппозиция, как, ну скажем так, левого толка, не парламентского, так и оппозиция правого решили сыграть ва-банк. И сыграть, скажем так, таким образом, чтобы замутить. Или, скажем так, чтобы все стало неясно. Мне кажется, что оппозиция пришла к выводу, что нельзя играть по правилам Плохотнюка. И поэтому они решили создать такую ситуацию, назовем ее ситуацию хаоса, которая изменила бы правила игры. И они ушли в отставку, заставив некоторым образом демократическую партию менять свой главный сценарий. И, возможно, свой второй сценарий, сценарий А, сценарий Б. И поэтому демократы оказались в какой-то новой ситуации. Совсем не факт, что демократы проиграют в этой новой ситуации. Наоборот, те, которые в ситуации контролируемого хаоса контролируют большую часть политической сцены, обычно выигрывают в такого рода играх. Но для демократической партии создалась новая ситуация, когда они вынуждены проводить досрочные выборы и участвовать в досрочных выборах в том же году, как и в парламентских выборах. И это новая ситуация, которая создает определенные сложности для демократической партии. И в то же время, конечно, это новая ситуация и для оппозиции. Я поняла, смешались с кучу кони люди, как вот из вашего комментария. Хаос. Господин Бартанян, вы как ответите на этот вопрос? Что лежало в основе этих отставок? Ну, вы знаете, эти две отставки, на мой взгляд, они немножко разные. Почему? Потому что, в отличие, к примеру, я не готов сейчас говорить, насколько является правильным или что лежит в основе уголовного дела против Рината Усатова. Но в основе уголовных двух дел против Дарина Киртака мы знаем, что лежит. И мы, в прямом числе, и наша фракция была одними из тех, кто, по информации которых, частично эти уголовные дела им был дан ход. Потому как мы помним историю, известную с парковками. К чему я это веду? Я веду к тому, что давайте посмотрим на две политические силы, которые удерживали контроль в этих двух премариях. Это партия Усатова, наша партия, и либеральная партия. Мы видим, что их рейтинги стремятся к нулю. Плохо ли, хорошо ли? Я думаю, рейтинг либеральной партии стремится к нулю совершенно заслуженно. И, на мой взгляд, я могу сейчас говорить больше не как политика, как политический аналитик, что для Дарина Киртака, наверное, это какая-то... Он думает, что это возможность реанимировать рейтинг либеральной партии. Абсолютно понятно, что этого не произойдет. И если уже говорить, как от нашей фракции и от социалистов, я думаю, что нет политической силы другой в молдавской политике, которая больше бы критиковала Дарина Киртака и долгий срок, чем социалисты. Мы бьем этот колокол о том, как управляется город, насколько все плохо в городе уже с 2011 года, с последних выборов. И больше, чем мы, наверное, никто не вскрывал все гнойники, которые сейчас... Многие из которых вещей взяло на вооружение, кстати, нынешний так называемый ИО-примар, которого мы не признаем. Ну, об этом, я думаю, мы еще поговорим. Поэтому для меня как бы не... Ну, да, хорошо. Слава Богу, что лучше поздно, чем никогда. Хотя мы говорили о том, что Киртака должен был подать в отставку в самом начале, как только его были предъявлены обвинения, и практически все его подельники по делу о парковках признали свою вину. Тем самым понятно, что без ведома этого человека все эти махинации не должны были произойти. Я благодарю вас. Господин Светланович. С января 2016 года, когда Плохотнюк единолично пришел к власти, он хорошо понимал, что в условиях узурпации этой власти, нелегитимного правительства, нелегитимного достаточно парламента, единственный выход — это максимальная концентрация финансовых, медийных и административных ресурсов. За два года, в общем-то, у него не было проблем с медийными ресурсами, мы это видим, он контролирует 80-90%. Если нужно, входит в картель с социалистами по этому вопросу. У него есть все финансовые ресурсы, учитывая кражу миллиарда, мы понимаем, что денег у него достаточно. Административную проблему он решил на центральном уровне, на уровне правительства парламента зачистил. Дальше у него была задача зачистить на местном уровне. И он пошел по этому пути. Мы видели, что за два года около сотни примаров, которые были выбраны по другим политическим формированиям, не важно какие — либерально-демократы, либералы, коммунисты. Мы видели, что было с Филипповым, мы видели, что было с примаром в Басарабяске. Все примарным сделали предложения, от которых они не могли отказаться. Кто отказался, мы видели, что было с Филипповым, видели, что произошло с примаром от нашей партии в Басарабяске. Настал черед из двух столиц, Кишинева и Берц, и эту зачистку он начал, опять же, с тем же уголовным делом. Мы видим, что парковка была с 2015 года. Почему тогда не разбуждали эти уголовные дела? Вполне возможно, чтобы это было сделано тогда. Но это нужно было именно в политических целях. Вот сейчас настал черед Кирпаки и Рената Усатова. Наши точки зрения, их жесты, это попытка каким-то образом бороться с этим давлением. Запоздавая попытка, безусловно запоздавая попытка. Платформа «Дай» и ее лидер еще 24 июля 2017 года направили это письмо Кирпаки. Мы уже видели, куда идет движение с референдумом, что будет дальше, кто эксплуатирует политически эту тему. И мы тогда сказали, что разрубить этот узел может тот, кто его во многом завязал, Дарья Кирпака. И предложили ему подать в отставку, и это тогда было бы гораздо лучшим вариантом. К сожалению, ситуация затянулась. Но здесь я могу согласиться с этой теорией, что лучше поздно, чем никогда. Произошло то, что произошло. Понятно, что есть здесь проблема наложения местных выборов на парламентские выборы. Есть проблема того, что до следующих ординарных местных выборов остается буквально год. Здесь это все опять же создает такой определенный сложный политический... Ну да, если учитывать, что пока будет второй тур, и пока вступит в силу новый Примар, да, даже чуть меньше года. Но все равно, по крайней мере, это определенный шанс для реальной оппозиции вести борьбу и начать очищение государства и освобождение государства именно со столицы. Спасибо. Настан Азинцов. Лично мне не совсем понятно шаги обоих примаров, как Рината Усатова. Почему именно сейчас он подал в отставку? У него была возможность... Самый популярный вопрос. У него была возможность сделать это несколько ранее. И вообще, зачем он это сделал? Очевидно о том, что поддержка Рината Усатова, в частности, в муниципе Бельс, достаточно высока. Другое дело, накапливается определенный вал такой критики не из полностью определенных обещаний перед своими избирателями, нерешенности ряда проблем и так далее, и так далее. То есть, не совсем понятно. Очевидно, если он будет участвовать или если у него будет возможность участвовать на выборах, скорее всего, у него будут большие шансы в одной победить. Почему он это сделал, непонятно. Вы сейчас конкретно, вы про кого сейчас говорите? Это важная мысль. Про Рината Усатова. Что касается Дарины Киртоки, абсолютно, опять же, непонятно, почему он поступил. У Дарины Киртоки была возможность это сделать еще летом. И он заявлял, хотя... Он впервые, кстати, заявил о том, что он написал заявление о собственной отставке 25 мая, если не ошибаюсь, в день его задержания. 25 мая 2017 года. То есть, в день его задержания, когда были возбуждены уголовные дела. То есть, было продолжение следственного предприятия по уголовным делам. У нас уголовных дел у него не одно, а несколько, во всяком случае, о которых заявляли из правоохранительных органов. Почему именно сейчас он подал, абсолютно непонятно. Если он... Его заявление заключается в том, что якобы исчерпаны методы всей борьбы. Ну, методы борьбы его с правоохранительным органом прокуратуры и так далее, и так далее, было абсолютно понятно и до Нового года, и до референдума. И, ну, я вспоминаю сейчас обвинение либеральной партии в наш адрес партии социалистов о том, что мы якобы потратили 9 миллионов леев. Вот этот молодой человек мог сэкономить те же 9 миллионов леев, подав, собственно, наручно в отставку. Он мог это сделать значительно ранее. И тем самым были заранее объявлены досрочные мэрские выборы в муниципе. И экс-директор Юнин Финоса не исполняла бы полгода и не пиарилась бы полгода для демократической партии, используя административный ресурс муниципа. Ну, так многие говорили, что сговорились, да, вот говорили, вот сговорился Плохотнюк, значит, с господином Гемпу, и вот так, значит, была назначена госпожа Сильвия Раду, эта ситуация всех устраивала. И тут вдруг все-таки мы видим, что эта отставка, она состоялась. Я хотела бы вот, господин Сильвик, вам какой вопрос задать. Смотрите, про демократов вы сейчас долго говорили, а они одни из первых, кто поприветствовал эту отставку. Это как, вот это просто игра на публику, то, что они делают, приветствовал подобные шаги, либо какие-то еще у них есть мысли по этому поводу? Не, ну, то, что говорю господин Чура по поводу контролируемого хаоса, ситуация состоит ровно наоборот. Контролируемый хаос – это любимая игра Плохотнюка. И вот какие-то правила игры такие общие, соблюдается там какая-то минимальная норма законности, а дальше уже внутри все меняется тогда, когда он хочет и как он хочет. Так он сделал со смешанной системой, в чем ему сильно помогли социалисты. В результате сейчас никто не знает, как будут формироваться округа, как будут решаться судебные разбирательства, будут ли как-то соответствовать районам эти округа. В общем, полный хаос. То же самое и с Сильвией Раду. Он привычно захватил Кишинев, имея одного советника. Также он думал, видимо, сделать из Бельцева, там ему было немножко посложнее. В результате, когда это все произошло, понятно, что он бы предпочел держать город до упора под своим контролем. Там это административный ресурс, это определенные... Ну то есть лукавят демократы. Ну то что лукавят, им был бы предпочтитель и такой вариант. Но, когда уже Кирпака, опять же, сделал этот поздний шаг, для того, чтобы попытаться спасти свою партию, по другим причинам. Просто понял, что с демократами невозможно, ни о чем с Плохотнюком, никакому обещаниям нельзя верить. Возможно, были какие-то договоренности изначально, потом он понял, что этого ничего не будет. И сделал этот шаг, Плохотнюк посмотрел, как можно и здесь извлечь выгоду. Ага, вот еще год остается всего лишь. Сейчас все будут сосредоточены на выборах в премарию. Может быть, забудут про наш мишмаш с социалистами по поводу смешанной системы. Может быть, немножко ситуация успокоится. Опять же, местные выборы и парламентские выборы в один год, это огромные затраты финансовых ресурсов, затраты людских ресурсов. И в этом плане и здесь он выигрывает. У него же денег куры не глюют, грабят дальше, схемы идут. Поэтому вот здесь посмотрел, что этот вариант тоже имеет свои позитивные моменты для него. Есть такая версия, что досрочные, любые досрочные выборы всегда приветствуют те партии, которые к ним готовы. Если партия готова, то она говорит, да, мы готовы. Нормально партия должна быть готовы к любым выборам. Вот видите, а вы так говорите, как о чем-то неожиданном досрочных, да, вот парламентских. Мне, например, вот интересно, эта идея социалистов нравится вам? Так она нам давно нравится. То есть вы согласны? Да, особенно если они их проведут по пропорциональной системе. Я хотел уточнить же социалистов. По какой системе? Нет, давайте я сначала у вас уточню. То есть вы с идеей социалистов о том, что выборы должны пройти одновременно, да, с местными и парламентские, вы с ней согласны? Мы бы согласны были, чтобы в январе были досрочные выборы. Поняла. Особенно если бы они были по пропорциональной системе. Я поняла. Мне теперь интересно, вот ваша система, по которой выступили с этой идеей социалисты. Вот провести совместно 20 мая. На чем-то вот это основано? Или это просто как одно из предложений? Может быть, вы так оппозиции предлагаете? Может быть, еще какие-то вот есть версии. Почему это предложение возникает? Насколько я понимаю, из законодательства невозможно проводить выборы за полгода до парламентских выборов. Я не специалист в области... Нет, нельзя распускать парламент... Нет, секунд, давайте я поясню. Имеется в виду, нельзя распускать, по-моему, парламент за какие-то сроки. Господин Чурик, помогайте нам. Нет, за полгода нельзя проводить местные выборы, за полгода до парламентских, проводить другие какие-либо местные выборы. У нас укладывается, если ординарный, то есть по графику выбора парламента где-то в ноябре этого года, то получается, мы не укладываемся срок. И, соответственно, и мы давно об этом заявляем, ущербной легитимности данного парламента, абсолютное переформатирование воли за влияние граждан 2014 года и о необходимости этого распуска парламента. И, соответственно, мы в очередной раз заявили о необходимости распуска и, соответственно, о проведении этих выборов совместно с местными выборами, досрочными местными выборами. Причем наше мнение заключается в необходимости и досрочных выборов местного совета. Это было бы неплохо и логично провести совместно. А парламентские выборы по какой системе провести досрочные? Парламентские выборы, я думаю, потому что по смешанной системе, по той, которая сейчас утверждена, которая сейчас действует. Господин Чуря, вот эти сроки, которые нам сейчас предлагают взять за основу в выборе тактики и стратегии, как вы считаете, они будут соблюдены и вообще это может быть главным аргументом для демократов, например? Для демократов, конечно же, и вы правильно сказали, для демократов, потому что все-таки, несмотря на новые ситуации, которые были созданы путем этих отставок, все же правила игры и в дальнейшем диктуют демократы. Несмотря на то, что все политологи сходятся к мысли, что у них нет достойных кандидатов таких, которые могли бы победить в Бельцах, там Левый город, Кишинев рейтинг всегда очень низкий, вот один советник всего лишь, как говорит Гастан Слуцарь. Мы можем спорить насчет того, насколько сильны кандидаты демократической партии, но, понимаете, сначала по проведению досрочных и парламентских, и местных выборов, ведь создание вот такой ситуации, когда можно провести и то, и другое параллельно, это только в руках демократической партии. Мы сейчас хорошо сказали, создание такой ситуации. Демократы сами создали, и спровоцировали на отставке в конечном итоге. Я удивлюсь, если они ее создадут, потому что, ну, если социалисты хотят такую ситуацию, бывали случаи, когда демократы и социалисты вместе, скажем так, принимали определенное решение, имея в виду избирательную систему, но это не может быть очень часто, и поэтому ввиду того, что хотят и социалисты, вот и хочет и господин Сусарь, то, скорее всего, демократы не пойдут на это. Хотя иногда демократы специально вот в 16-м году шли на поводу оппозиции и предлагали им то, что они хотели, я имею в виду президентский выбор. То есть, но в данном случае я сомневаюсь, я думаю, демократы скажут так, ага, раз вы нам предлагаете менять игру, то мы ее изменим, но так как мы ее хотим. Из вредности, я так понимаю. Не из вредности, а из стратегии. Если есть вот... Я соглашусь, опять, в то есть, в этом случае, в этом случае, в предложении, только потому что это предлагают социалисты или вот платформа, или партия-пас. Нет, мы здесь делают стратегии, здесь как удобно тем партиям, которые устанавливают правила игры. И я согласен, что в основном ситуацию контролирует хаос, а не хаос, а контролирует демократы. Поэтому они будут извлекать максимум выгоды, выгоды из той ситуации, на которые повлияли вот эти отставки. У демократов кандидаты, проходные на пост примаров в двух важнейших городах, есть или нет, с вашей точки зрения? Ну что, сегодня я прочла очень много комментариев, и все сводятся к тому, что в принципе нет. Демократов, давайте так. Значит, социалисты готовы к выборам и в муниципальный совет досрочный, и досрочным выбором примара, и досрочным парламентским выбором, и с регулярным парламентским выбором. Социалисты начинают готовиться к выборам на следующий день после очередных выборов. Это первое. Второе, социалистам, в отличие от многих других партий, как парламентских, так и вне парламентских, есть что сказать на выборах. И в первую очередь о том, что происходило в Кишиневе, и в парламенте, и в стране целом. Поэтому я понимаю, что нас кто-то в чем-то обвиняет, но как бы факты говорят сами за себя, начиная от рейтингов, заканчивая тех вещей, которые были сделаны нами за последние два с половиной года в муниципе, и нельзя сказать, что как бы ничего не было. Очень много было сделано ничего. Третье, по поводу кандидатов. Да. Очевидно, что, давайте скажем так, Сильвераду для социалистов это не сильный соперник. Да, давайте скажем честно. Ну, я, честно говоря, пока не связала ее и демократов. А вы связываете? Ну, демократов... То есть вы так полагаете? Ну, а кто еще может в Демраду пойти? Ну, я не знаю, мало ли. Никто не знает. В прошлый раз была министр культуры в качестве кандидата. Ну, вот золотой голос, золотой советник, судя по количеству денег, использованных в этой компании. В итоге один советник. Ну, мы все понимаем, что у демократов очень токсичный рейтинг, как в стране, так и в Кишиневе. В Кишиневе особенно. Почему? Потому что в Кишиневе люди более информированы. Раз. И в Кишиневе люди видят все-таки, как бы, кто чем занимается. Поэтому для нас подведут демократы к досрочным выборам, не подведут. Выйдет ли Филипп, скажет, что давайте все-таки для того, чтобы мы провели реформы, давайте все-таки мы переподтвердим наш голов, пойдем на досрочные выборы. Либо не выйдет, потому что им нужно по всей стране сделать по одной дороге в каждом селе, а у них для этого нужно время. Мы тоже понимаем, что они это делают не из большой любви к людям, а для того, чтобы поднабрать рейтинга для участия в парламентском выборе. Мы это все понимаем с точки зрения политического анализа. Нам, опять-таки, мы готовы к любому исходу. Что касается Бельс, ну, опять-таки, у нас там будет свой кандидат. Понятно, что Усаты участвовать не может. Понятно, что он укажет, наверное, на Григоришина, я вам уже это сказал. Понятно, что у Григоришина очень сомнительное прошлое, как и у многих его советников. И на него вытащат кучу его прошлых дел, а там чуть ли не до уголовных. Поэтому я не уверен, что кто-то, рейтинг Усатого, когда-то, который он был на него, его имидж может перевестись просто так, если он ткнет пальцем. Ну, все-таки не то. Хорошо, если мы плавно переходим к кандидатам, то у меня тогда к вам будет вопрос. Последняя новость, которую я слышала, да, от лидеров ПАС и от платформы, да, это то, что будет единый кандидат. Подтверждается ли эта информация первонаперво? И если нет, то поясните, какие есть. Я не слышал такой новости. Мы сказали, что... Почему-то господин Чуре улыбается. Прошла такая новость. Такая новость была, но это была ошибка, ее тут же поправили. Это была ошибка. А в чем была ошибка? Ошибка была, что, как говорит об этом преждевременно, есть две партии, каждая партия... Секундочку, это журналисты переврали или лидеры? Думаю, что журналисты. Вы всегда не виноваты, конечно. Нет, мы всегда как раз виноваты. Я вам могу сказать, что платформа, да, сразу же после того, как узнали об отставке, мы начали консультации тут же с Кишиневскими структурами. Они у нас очень сильные, муниципальные структуры. Провели в субботу с ними, прозондировали почву, скажем так. И на этой неделе, я думаю, мы определимся с решением. Насколько я знаю, то же самое будет делать и ПАС. А уж дальше будет ли единый кандидат, не будет ли единый кандидат, от кого он будет, посмотрим. Я думаю, что в интересах столицы, в интересах ситуации, в плане того, что у нас захваченное государство, и вы правильно сказали, что Плохотнюк будет делать ставку не на Сильвию Раду, им не нужно, потому что если будет примар-социалист, он ничего не потеряет. Я так не говорила. Я говорила, что не единый кандидат. Нет, вы правильно сказали, что он не будет делать ставку на Сильвию Раду. Не волнуйтесь. Нет, я сказала, что я не знаю, на кого он будет делать ставку, что я не уверена. И что я не уверена, что это будет сильно радо. В этом отношении, конечно, хорошо бы, было бы, чтобы антиолиграфическая оппозиция в городе консолидировалась бы и шла бы единым фронтом. Поэтому я думаю, что времени сейчас мало и надеюсь, что в ближайшую неделю мы получим ответ на этот вопрос. Рассматривают ли в качестве кандидатов партии к кандидатуру Андрея Анастасова? Андрея Анастасия лидер партии, у нас есть 3-4 кандидата сейчас, и мы будем рассматривать из партии именно, из числа партий, причем даже люди, которые не члены партии, но симпатизанты. Поэтому Андрея Анастасия один из кандидатов и, конечно, рассматривается. То есть в том числе? В том числе, да. Спасибо большое. Но нет интриги больше, чем узнать на сегодняшний день, как говорят журналисты, кого будут выдвигать социалисты. У вас по этому поводу в партии уже были какие-то заседания? Вы говорили об этом? Кто бы это мог быть? Мы не определялись в партии. Кто бы мог быть нашим кандидатом на пост генерального примара, как и по спискам, мы надеемся, выборов досрочных в муниципальный совет. Нет, есть, конечно, абсолютно предположения и рейтинги, то есть изучение составляющей. То есть это тоже несколько кандидатур вы рассматриваете? Это несколько кандидатур, я думаю, что определит Республиканский совет партии, муниципальная организация в муниципе Кишинева. Но я бы хотел сказать чуть-чуть другое, для того, чтобы зрителям было, наверное, более понятно. И ситуация, которая была перед этим, также к этому истолковывает. Корнел Чуря сказал по поводу принятия решений в условиях теории так называемого управляемого хаоса. Стоит задать вопрос, а кто же принимает решения? И мы видим за последние года полтора поездки, как Плохотнюка, так и Майсанду за рубеж, где европейским партнерам принимают решения. И заметьте, Петр Михалко, посол ЕС в Молдавии, за день до отставки Киртуакия заявил о недопущении давления на местную власть с помощью уголовных дел и так далее. Вдруг Дарин Киртуакия подает в отставку. Я предполагаю, и то, что на господина Плохотнюка возбуждены уголовные дела, непонятно, кто публикуется, кто не публикуется. Мы это не знаем, надеемся, что это когда-то будет. Вполне возможно, желание, нежелание платформы «Да» и Майсанду в партии ПАС поддержать граждан муниципи Кишинева на референдуме с целью отставки Дарина Киртуакии и тех же досрочных выборах. То есть результат был бы лаконичный. Досрочные выборы мэра и все бы могли участвовать. Они этого не пожелали. Дали возможность Сильве Раду, кандидату от Демократической партии, попиариться полгода. Она реально пиарилась и набрала определенный рейтинг. И все видели Демократическая партия, Павел Филипп там что-то заявлял, ремонтировали улицы, убирали и так далее. Дали возможность этой госпоже попиариться. Говорили, что она эффективный менеджер. Какой бы она эффективным менеджером ни была, она незаконно назначена. И референдум, который мы предлагали гражданам муниципи, он был абсолютно аполитичным референдумом. И неважно, кто инсценировал, социалисты или какая-то другая партия. Это был аполитичный референдум против воровавшегося Дарина Киртуакина, на которой есть уголовные дела. И этот Дарин Киртуакин, отходясь под воздействием уголовных дел, подал в отставку. Но, господа, полгода экс-директор Юнион Сюноса пиарилась. И мы видим, что под воздействием внешних партнеров, как у нас увидится, у нас абсолютно понятно, что господин кукловод, как говорится, марионеткой, он сам является своего рода марионеткой в руках европейских и американских партнеров, пошел в эту игру. И как он поддержал Майя Санду на президентских выборах, снял свою кандидатуру, абсолютно возможно, что он поддержит общего кандидата от платформы «Да» и от партии «Парус». Андрея Анастасия, допустим. Ну, возможно, Андрея Анастасия, а почему нет? Мы хотели доверить. Он же за... Ну, а почему нет? А почему нет? Вы его поддержали, вы Сильвераду поддержали, дали пару лиц муниципе полгода. Я хочу сказать, что если прав господинодинцов, то у нас будет как на тех выборах. Знаете, будет много вначале кандидатов, потом все начнут снимать свои кандидатуры, и мы будем даже знать в пользу кого-то. Эти господа рассчитывают на повторение нескольких избирательных кампаний, к сожалению, когда абсолютно понятно, любой кандидат от демократической партии, он не выйдет во второй тур. Это абсолютно понятно. Но перед вторым туром этот кандидат опять же снимает свою кандидатуру в пользу кого? В пользу кого покажут европейские партнеры? Европейские партнеры у нас указывают на... Мы не знаем, кто будет кандидат. Они на социалистов укажут. Нет, они покажут на платформу, да, либо платформу. Очень ревнует. В зависимости, кого вы определите. С прошлой передачи мы были на одном кандидате. И дальше во втором туре все будут делать ставку на кандидата против нашего кандидата. То есть, вы считаете, что это управляемое извне будет совершенно право? А зачем придумывать что-то другое, если можно, опять же, как в 2011 году, как в 2015 году попросить господину Плохотнюка сфальсифицировать выборы, если будет чуть-чуть не хватать, в пользу нужного кандидата, который будет. И у них останется административный рычаг еще на долгое время. А почему нет? По этой теории нужно было бы заставить господину Плохотнюка сфальсифицировать выборы и не дать Додону стать президентом. По этой логике. Но я хочу другое спросить. Я уже пытаюсь с прошлой передачи выяснить, какое у вас все-таки отношение к Сильвии Раду? Тут вы говорите, что она такая, такая, такая. Вы как-то там определитесь уже между собой. Я слышал на последней передаче господина Додона, который хвалил ее и говорил, что она эффективный менеджер, что она очень хорошая, что ее нельзя сейчас критиковать. Я слышала, демократы так говорили. Нет, господин Слусс. А ТВЦ-21, угонцы, господин Додон. Если вы задаете вопрос, я на него отвечу. Какая бы эффективная госпожа Сильвия Раду не была, экс-директор Юнин Финоса, мы с 6 ноября ее не признаем в качестве исполняющей. А Додон признает? Да, Додон не признает. Вы сейчас лукавите. Он сказал, что она, возможно, эффективный менеджер. Ее сейчас не за что признает. Если она столько... Мы ее достаточно критикуем. Я считаю, что сейчас... А я забыл, что он же вышел из партии социалистов, он не ваш лидер. Я считаю... А, кстати, да, он вышел из партии социалистов. Вот эта отмазка хорошая. Так вы сразу и говорили. Вот люблю, когда люди вспоминают. Господин слушатель, мы не получим слова. Понимаете? Господин слушатель. Она могла бы управлять крупной компанией, и ее держали, не думаю, один год держали ее просто так, но она незаконно назначена. И при наших любых обращениях, любых заявлениях, рассмотрениях и так далее, мы никогда не обращаемся к Сильве Раду. Мы обращаемся к господину Грозаву. Несмотря на то, что у него тоже легитимность подорвана, скажем так, и он находится под воздействием уголовных дел. Но он единственный законный представитель власти в муниципе. Слушай, о чем мы говорим? Платформа «Дай» и «Майя Санду» бойкотировали референдум. Тем самым позволили в Сильве Раду стать так называемым Им сейчас нужна отмазка, чтобы обнимать нас. Несно, конечно. О чем мы говорим вообще? Мы не раз говорили, почему мы это сделали. Почему вы это сделали? Я не хочу терять. Мне удивительно, когда европейские партии игнорируют процедуру, демократическую, конституционную процедуру референдума. Вы договорились, это ваше предположение. А референдум – это факт, это процедура правовательства. На котором можно было попиариться социалистам? Подождите, подождите. Если бы вы были серьезной политической силой, пиарились бы и вы. Потому что политические силы для этого и созданы, чтобы продвигать свои идеи и бороться за них. Почему-то, когда гражданское общество пошло… Десять премарий по всей стране, сколько у вас было кандидатов примара? Чуть-чуть тише, хорошо? Сколько у вас было кандидатов примара, десять премарий было по всей стране? Вы политическая партия или просто… Это было наше осознанное… Институт благородных девиц говорили. Это мы увидим на право-выборах, на примарских выборах мы увидим. Подождите, подождите, уже несколько раундов выборов вы все пропускаете и просто критикуя плохое право. Я говорю вашему… Секунду, мы все поняли право. Я говорю вашему коллеге… Людмила, я говорил у его коллеги, когда мы были на одном сцене, я могу повторить то же самое. Если социалистических примаров, мы сейчас не найдем ни одного уголовного дела, ни одного примара, и два года Плохотнюк вообще не трогал, он перетасовал все партии, не трогал бы социалистов, то наших кандидатов, которых мы пытались бы даже, вот рассказывали про это. Уголовные дела, давление. И в этих условиях, когда год оставался… Я вам хочу ответить, я после передачи уточнял, у наших коллег у нас куча уголовных дел, в том числе преследований… Бога, господинчурь вообще у нас скучает. А мне… У меня есть именно к нему вопрос. Вот смотрите, у нас такие жаркие дискуссии сейчас в студии, прочно, как обычно, но давайте на секундочку… признаем, что мы живем в Республике Молдова, а это значит, что любые наши планы, любые какие-то схемы, которые мы можем с вами нарисовать, они могут быть поломаны в любой момент, потому что у нас есть какой-то особый подход к законодательству. Я к чему все веду? Все сели, посчитали про это 20 мая. Ну, все говорят, да, должны быть, 20 мая. Господинчуря, у вас есть уверенность в том, что не найдут какую-нибудь еще лазейку в законодательстве, что что-нибудь еще не придумают, и у нас эти выборы, ну, перенесут как-нибудь с 20 мая, и еще это все продлится. У вас есть уверенность в этом? Уверенности нету, хотя, конечно же, у нас много сюрпризов политических, с этим я соглашусь. Особенно в сфере законодательства. Да, и особенно вот в таких критических ситуациях, что, кстати, абсолютно соответствует той теории, о которой мы говорили, о контролируемости хаоса. Но я думаю, что нужно исходить из того, пока что, из наших анализов, что будет 20 мая, и исходя из этого, вот как-то идти дальше и анализировать ситуацию. Потому что то, что могут придумать или демократы, или там ответственные люди в ЦИКе, или где-то еще другое, мы не знаем, что может произойти. То есть вы не исключаете сюрпризы? Наоборот, я вам скажу, что не то, что я не исключаю, я уверен, что сюрпризы будут по поводу и назначения дат, и парламентских муниципальных выборов, но никто не знает, никто, я думаю, и здесь присутствует... То есть закон, где четко прописано, что это третье воскресенье в этом году, которое пришлось на 20-е, оставим в сторону. Вот так получается, мне вот не важно это знать. Как это не парадоксально может звучать, но, на мой взгляд, время сейчас играет против демократической партии. Потому что, если начнутся опять игры с термина reasonable, и они будут гадывать через какие-то судебные иски, то есть мы же понимаем, что сейчас они под пристальным оком Европейского Союза и американцев, и они понимают, что все эти фокусы с игрой с законом могут не совсем хорошо отразиться на их имиджи, которые они якобы последние два года пытались выстроить. Поэтому я думаю, что это с одной стороны. С другой стороны, они прекрасно понимают, что опять-таки с точки зрения политологической, чем больше они будут затягивать, тем больше они дадут возможность их конкурентам, не только социалистам, но и другим партиям, развиться, усилиться. И в том числе и поэтому, как бы, я считаю, что есть реальный шанс, что мы не только можем увидеть выборы 20 мая досрочные в премарии, но, возможно, может быть и сюрприз с досрочным парламентским. Поняла, спасибо. Господин Слуцарь, вы как? Верите? В стране победившего демократического социализма, возможно, все. Я вам завидую. В какой стране вы лично живете? Я готов к любому. От Плохотнюка я готов к любой вариант, любую трактовку. Но в данном случае я, в общем-то, согласен, что даже у него есть какие-то красные линии, которые он сейчас балансирует на этой красной линии. Одной ногой он уже заступил, проголосовав социалистами смешанную систему. Другой ногой он еще находится в нормальной зоне. Если он уже так откровенно проигнорирует законодательство, ну, на мой взгляд, он перейдет уже все красные линии. И это будет понятно, по-моему, и внутри, и снаружи всем. Мне кажется, что шансы, что 20 мая пройдут досрочные выборы, если вдруг Кирпака не передумает, там, за 1-2 дня, или я не знаю. Ну, я надеюсь, я так скажу. Кстати, хороший вопрос. Он уже подал заявление. Он подал заявление. Я надеюсь, он уже до этого нельзя. Я знаю, как у нас законодательство, опять же, можно ли передумать. Там… Ну, если у нас полнейший хаос, то можем ли мы исключить, что… В хаосе, контролируемый в хаосе, можно все что угодно. Можно у меня один вопрос, госминус Лусаря? Вот скажите, пожалуйста, вот в следующем году, когда социалисты придут к власти, вы измените вашу формулировку в стране демократического социализма на стране победившего социализма? И будете еще 4 года… Демократическое демократическое… Нет, нет, без демократов. Вот социалисты приходят к власти. Вы придите сначала. Нет, нет, подождите. Мы-то придем. Ну вот давайте… Мне просто будет интересно. Вот сколько у вас было за последний год пресс-конференции или инициатив, связанных с вашей партией, вообще инициатив в экономике, в развитии… Кроме одной пресс-конференции неделю назад. Партия по самому сами заявила один раз. После того, как Наталья… Я еще вынужден сконцитировать, что вы невнимательны. Подождите. После того, как Наталья Борарис с Андреем Поповым немножко поигрались с вашим лидером, и на следующий день вы вышли срочно с пресс-конференции показать, что у вас что-то есть. Вы сайт, вот прямо сейчас, мы заходим на сайт платформы, да? Нет, мы не будем сейчас. Сколько человек заходит на ваш сайт? 100 в неделю. Каждую неделю мы выходим с одной или с двумя пресс-конференциями. Если вы невнимательны, это не будет все. Городские структуры платформы, да. Про центральные структуры. Мы вначале сказали про городские, что городские структуры будут решать… Это важный вопрос. И мне само стало интересно. Городские структуры платформы будут решать, в этот раз ляжет ли господин Настасья под май санду, либо не ляжет. Позволят ли американцы к братьям ЦОПам, прикажут ли лечь под господин Настасья? Какие еще страшилки? Нет, подождите. Это не страшилки. Это эротические… Вы на этот раз так же отдадите май санду, город? Или не отдадите? Это будет решать платформа, да. У вас есть ваше мнение личное? Что значит мое личное мнение? Главное, чтобы они… У меня будет формулировано на совете. Ваше личное мнение периодически появляется в виде телефонных переговоров сливающих, где вы критиковали май санду. Ну ваши тоже наверняка есть, просто лежат у Плохотнюка в GBC. Хорошо. Это про это время, когда вы брали деньги за Тимон. Вы считаете, что Андрея Настасья, либо май санду должны быть идти на выборы мэра? А я считаю, что… Продформа-то будет выдвигать кандидата от своей партии. Да. Наверняка такой же… Какой фрейдинг Андрея Настасья в Кишиневе? Вы сейчас в линейке будем мерить? Нет, мы как серьезная партия. Мы не будем, в линейке это очень не будем. Я вас уверяю. Вы как серьезная партия знаете вообще, как в вашей фрейдинге в Кишиневе? Не надо кричать. Я пытаюсь дойти децибелами до вашего уровня. Не надо. Скажите, пожалуйста, вы как серьезная партия знаете вообще ваш рейтинг в Кишиневе? Мы его увидим на выборах. Понятно. Мы его увидим на выборах. И я вас уверяю, что представитель платформы имеет все шансы выиграть на премарее. Вам премарея никогда не покорялась, не покорится в этот раз, несмотря на поддержку Плохотнюка. Спасибо. Уже все сказали. Я хотела бы просто сказать, от эротических фантазий возвращаемся. Я считаю, кто под кого ляжет, вы только что вы сняли. Я скажу, я вас померю. Я скажу, главное, чтобы ваши оба лидера были довольны, а кто там как, они, думаю, разберутся. Вы знаете, очень интересный у нас разговор получается. И самое время поговорить, на самом деле, о том, как себя видит, значит, госпожа Сильвия Раду. Пойдет она от партии демократов? Не пойдет. Вроде бы вчера она сделала заявление, что она думает, нужна ли ей политическая поддержка или не нужна. Но мы же люди с вами опытные. Мы понимаем, что поддержка может быть явной, а поддержка может быть тайной. Вот мне интересно узнать, стоит ли связывать на сегодняшнем этапе, значит, Майор Санту, Сильвию Раду и демократов? Господин Чурин. Ну, я думаю, что в случае с Сильвой Раду как-то ей, она может пойти независимой, но все равно, правильно это или неправильно, ее будут все время связывать с демократической партией. И ярлык демократической партии будет очень силен. Поэтому, ну, не знаю, она может… Что будет еще раз? Этот ярлык будет виден. Этот ярлык, так. То есть, хочет, не хочет, все равно будут говорить. Да. Тут не пройдет эта техника с тем, чтобы сказать, что она независимая, я так думаю. Я бы сказал более жестко, политическое клеймо вместо слова ярлык. Ну, вы уже о токсичности говорили. Я просто… Я поняла. Рейтик демпартии – это больше тактический аксид для нее. Поэтому, если Сильвия Раду и будет кандидатом, я не исключаю это, то, скорее всего, она будет кандидатом от демократической партии. Поняла. Поняла. Господин слушатель, можно на этот вопрос ответить? Спасибо. Без красных линий и не демократического социализма. Я прошу вас, господин Вартанян. Господин Вартанян. Все. Я говорю то, что я считаю нужным. Спасибо. И даже партия социалистов не может мне указывать, что я должен говорить. Указываю, я просто говорю. Я понял. Спасибо. Мне глубоко безразлично, что будет делать Сильвия Раду. Почему же? Ваш кандидат же будет ей конкурировать. Пойдет она зависимая, независимая, от нее ничего не зависит. Если она пойдет как в демократической партии, что бы Плохотнюк не придумывал в Кишиневе, ему все равно придется опираться на социалистов, потому что рейтинг демократов здесь один советник. Сейчас может быть полсоветника, не знаю. Поэтому пойдет ли она как независимый кандидат без поддержки демократической партии, тогда у нее шансы точно такие же или еще меньше. Это абсолютно обыкновенная кукла из политического гарема Плохотнюка, и ее судьба меня абсолютно не интересует. Кто о Сильве Раду еще готов высказаться? Я, наверное, повторю свои слова о том, что неважно, Сильве Раду будет участвовать в выборах генерального примара муниципи Кишинева, либо будет выставлен другой кандидат. Любой кандидат демократической партии не проходит во второй тур. Я убежден в том, что любой кандидат, который будет назначен демократами в качестве кандидата на пост генерального, уступит свое место и сольется с выборов, как они это уже делали. Ляжет или сверху прыгнет. Ну вот и говорю. У кого-то какие-то проблемы у нас. В пользу кандидатов. Кричите больше всех, вы реагируете на это. В пользу кандидатов от платформы «Дай май санду», как они там объединятся, кого они будут представлять в связи с тем, что они должны отыграть то, что им приказали европейские партнеры. Но ведь самое же обидное, что вот платформа «Дай», господин Слуцарь уже признает, что они уже понимают, что социалисты, если выигрывают все, это значит виноват Плохотнюк. То есть я просто хочу посоветовать вам все-таки не надо заранее уже… Я не сказал, чтобы выиграть. Я сказал, что Плохотнюк вам будет помогать. Вы сказали, что в любом случае это будет победа Плохотнюка. Вы вот так сказали? Нет, я не сказал. Я сказал, что Плохотнюк будет вам помогать. И выиграли. Чтобы вы выиграли, но вы не выиграли. Серьезно. Господин Чуреум, мы начали говорить по поводу позиции самого Дарина Киртуака, и вы закивали головой, когда я сказал, есть ли полная уверенность в том, что у нас человек, который не осужден, он имеет, насколько я понимаю, право все равно баллотироваться. Вы включаете это? Как шок. Но смысл тогда… Кстати, в случае с Ренатом Усатым там другое объяснение. Но мне кажется, нет смысла подавать в отставку, а потом участвовать в выборах. Ну как нет? Вот некоторые считают, что таким образом рейтинг партии поднимать все-таки, участвуя в выборах. Нет? Но сам жест, я думаю, он с самого начала проигрышный. Если ты подал в отставку и начинаешь участвовать… То есть уходя, уходи. Это логика. А поэтому, мне кажется, мы можем исключить практически тот факт, что Доринкертаг, по крайней мере, я его исключаю, что Доринкертаг будет участвовать в выборах. Но скорее всего у либералов есть очень, кстати, советники, муниципальные советы, которые много говорят сейчас по телевизору, на них можно обратить внимание, может быть кто-то из них будет кандидатом. Но вот здесь на правом фланге складывается очень интересная ситуация. Я бы не исключал, отвечая господину Одинцову, с самого начала кандидата демократической партии. Не важно, как он будет выступать, в каком формате. Но здесь, кстати, очень много зависит от того, как поведут себя правые и, кстати, коллеги из платформы, да, и из партии пас. Потому что, кстати, вот эти отставки, это, скажем так, проблема и для них. Они очень медленно двигаются друг к другу. Это вы сейчас говорите об этой партии? Давно они должны были создать нечто единое, по крайней мере, они об этом объявляли. Но если они останутся вот в таком формате, фрагментированном, то тогда я не исключаю, что кандидат демократической партии может иметь шанс. Я напомню, что господин Лупу на президентских выборах сошел с дистанции, но это было в формате, когда Анастасы до этого, он вышел первым из гонки. И тогда уже, как бы, ответ был демократической партии. Поняла. Маленькое уточнение, почему я считаю, что Сильверадо не сильный кандидат и, в том числе, не опасны нам, социалистам, как крупнейшей фракции в муниципальном совете. Дело в том, что, если вы посмотрите на все то, что делает Сильверадо последние несколько месяцев, практически нет ни одной инициативы, которую она сейчас делает, которая не была бы предложена социалистами за последние два с половиной года, начиная от всех отставок, заканчивая всех там вещей в примарии. Может, вы поддержите ее? Нет, я говорю о том, что практически все, что она делает, это то, что мы предлагали в той или иной степере, за исключением некоторых моментов, которые мы поддерживали. Поэтому, ну, для нас это не проблема. Вот смотрите, это сейчас говорят не социалисты, это сейчас вот сказал господин Чуря, что вот всегда есть проблема у партии ПАД и у партии ДА. То есть мы видим, с каким трудом шли переговоры эти, когда эти оба кандидата решали, кто из них все-таки пойдет на президентские выборы. Что мы видим сейчас? Вот смотрите, вот вы ругаете журналистов, а я вам скажу, перечислю вся информация, которую мы владеем. Сейчас мы видим, мы питаем новость о том, что на парламентский непременно пойдем единым блоком, потом идет дополнение, что мы еще не знаем принцип, по которому будет эти списки наши формироваться, от какой партии сколько. Потом мы читаем новость о том, что будет единый кандидат на пост примара, потом мы понимаем, что все опять опять это все не так, вы только что говорите. Понимаете? Это преждевременное заявление. Вот есть вот эта проблема, как она будет решаться на этот раз, чью пользу. Помните, когда господин Анастаса говорил одну вещь, ну этот раз уступлю я, но в следующий раз я уступать не буду. Он помнит об этом? Главное, чтобы все помнили об этом. Мне кажется, что важнее ему, ему уступать или нет. Ничего удивительного в том, что я согласен в одном, что двигаться надо быстрее. И поверьте, платформа, да, делала и в 16-м году, делает и сейчас все возможное, чтобы это движение было быстрее. Но надо понимать, что это все-таки две разных партии, даже немножко разный электорат. Немножко разная система, по-разному реагируют, разные скорости. Ну что, к сожалению, такая ситуация. Хотелось бы быстрее. Ну логичнее было бы, да? Конечно, я бы хотел, чтобы мы сейчас, у нас есть протокол, который мы подписали осенью, о том, что будет блок. Конечно, хотелось бы, чтобы сейчас мы пришли бы уже с большей информацией. Но пускай это будет немножко позже, но качественнее. Идут переговоры. Не могу сказать, что они, я бы обманул бы, если бы сказал, что эти переговоры очень простые. Да никто так не думает. Но я еще раз говорю, это две партии. Опять же, с каждой своей политической историей. Это две партии, которые выросли из протестного движения. Осознаете ли вы, что если в этот раз будет кандидат именно от ПАС, то рейтинг личной господина Анастасии понизится еще длиннее? Мы осознаем огромную ответственность перед страной и городом за то, чтобы начать освобождение государства. А также осознаем то, что... Вы начали с того, что оставили Сильвараду. Нет, мне интересно... А также осознаем то, что платформа ДАС с 15-го года выступает за консолидацию. И три года мы этим занимались, занимаемся и будем заниматься. Я поняла, господин Чурья не хочет отвечать на этот вопрос господин Чурья, а я спрашиваю... Подождите несколько дней. Ну, так и скажите, не хочу пока отвечать. Нет, я уже не хочу сказать, что преждевременно. То есть, вот он так отвечает на этот вопрос. Ответьте, пожалуйста, вы. Означает ли это, если все-таки и в этот раз кандидат будет от партии ПАС, что рейтинг господина Анастаса упадет еще сильнее? Если учитывать всю предысторию. Я думаю, что это будет неудачей для ПАС, для платформы ДАА, прошу прощения. И ввиду этого и возникают эти споры. Конечно же, в теории все абсолютно ясно. Если ПАС и платформа ДАА объединятся, то, скорее всего, шанс на победу и будет иметь единого кандидата довольно-таки велик. Но проблема в том, как они будут двигаться и какая будет механика переговоров. Как мы видим, эти переговоры очень сложны. Значит, есть внутренние противоречия. Мы о них знаем, но не нам их решать. Это их проблемы, и они должны будут решать. Но если они не решат эти проблемы, то есть шансы и у кандидата социалистов, есть шансы и у кандидата Демократической партии выиграть эти выборы. У нас остается пять минут, по минуте могу вам предоставить. Тем более, что два вопроса меня волновало. Выиграют ли избиратели от этих двух отставок в конечном итоге? Не политические силы, а сами избиратели. И мне хотелось бы узнать, как эти выборы повлияют на сами парламентские, имею в виду местные. Пусть это будут досрочные, либо это очередные. Уложитесь, господин Аденцов. Если это будут совместные выборы, то есть избирание генерального примара муниципи Кишинева, Бельцы и парламентские выборы, я уверен, что партия социалистов получит большинство, как в парламенте, так и мы очень надеемся, получит генерального примара муниципи Кишинева, если Плохотнюк не поддержит и не будет включить свою медийную репрессивную машину против нашего кандидата, так как они это всегда делают на втором этапе выборов в пользу своего кандидата. Вполне возможно, что будет кандидат от платформы «Да» и партии «Пас». В муниципе и в самом городе очень высокий рейтинг партии социалистов. Мы доказали своими действиями за последние три года, с 2015 года, решением вопросов, то есть огромным количеством вопросов, которые мы решали в пользу граждан. Мы не голосовали за земельные вопросы, мы решали исключительно социальные вопросы, которые были включены в бюджет и большое количество граждан получило от этого преимущество. Спасибо. Господин Чуря, помните мои два вопроса, да? Я помню главный вопрос, как будет взаимосвязь между парламентскими и местными выборами. На этот вопрос, я думаю, отвечать очень сложно, потому что мы еще, я думаю, ситуация еще изменится и по датам, и по промежутку времени между парламентскими и местными выборами. Ну, опять в теории, эти местные выборы могут создать хороший задел для определенных политических сил, с тем, чтобы удачно выступить на парламентских выборах. И, исходя из этого, я думаю, что эти выборы не могут быть игнорированы ни одной из политических сил Молдовы. Спасибо. Господин Кусар, минутка. Избиратели в любом случае выигрывают, потому что они все-таки получат примара, которого они сами избирают, а не назначенца узурпатора, хотя ситуация омрачается, и об этом надо говорить четко, что всего лишь за один год больших прожектов сделать сложно, и можно только разобраться с серьезной коррупцией в примарии, можно разобраться с муниципальными предприятиями, и об этом надо честно говорить. С точки зрения парламентских выборов, это действительно хороший трамплин, это возможность продвинуть своих кандидатов, это возможность дать уверенность людям, которые устали от узурпаторской власти и разочаровались в социалистах, как в аппендиксе GBC, и это очень-очень реальная возможность продвинуть новые силы и хорошо подготовиться к парламентским выборам. Спасибо. Господин Вартанил. Дело в том, что выборы — это свежая кровь, и в условиях, когда за последние несколько лет в Кишиневе и в Бельцах, но особенно в Кишиневе, как бы все застоялось, и все очень-очень плохо, то действительно выборы приветствуются, и люди должны получить обновленное руководство примарии, особенно в ситуации, когда Гертагу столько натворил, находится под уголовным преследованием. Что касается парламентских выборов, абсолютно тоже правильно, что действительно это хороший трамплин, и от того, как партии отработают местные выборы, и будет во многом зависеть их судьба на парламентских, и в этом отношении мне не завидна доля, конечно, платформы «Да» и партии «Пас», потому что тот, кто уступит место, тот, конечно, проиграет, в том числе на парламентских выборках, потому что они не смогут договориться до конца, как будут распределяться места. И последнее, что касается самих выборов. Вы знаете, получается, что на выборы, по большому счету, идут три силы. Идет власть, идет правая оппозиция, и идет партия социалистов. Если у власти, в лице госпожи Сильверадо, есть, наверное, какие-то никакие, но будут все-таки к тому моменту какие-то небольшие достижения, в первую очередь, наверное, я, как ее называю, она как чистильщик либералов, она защищает, практически увольняет всех. Возможно, это одна из ее главных целей, которые перед ней поставил демократическая партия. То есть у нее есть достижения, у нее нет критики других, и у нее нету, как бы, никаких политических достижений. У правой оппозиции, как мы уже говорили, к сожалению, пока какой-то конструктивной повестки тоже не видно. То есть я имею в виду не конструктивное, а предложение. Но есть критика, и правильная критика, в том числе, с одной стороны, демократа и Блокотнюка, и это мы полностью разделяем, и частично Киртуака. Тоже правильно, хотя с референдумом они немножко промокнулись. Ну и третья сила социалисты. Я считаю, что большой плюс социалистов будет на этих выборах в том, что помимо критики, с одной стороны, и Киртуака, я думаю, что понятно, что никто больше социалистов Киртуака не критиковал, а с другой стороны, и предложений, которые есть на будущее. Ну и самое главное, что за последние два с половиной года социалисты смогли показать, что они могут в условиях, когда они в оппозиции, когда нету, как бы, крыши, нету поддержки на уровне правительства, хотя бы из тех моментов, которые есть, в условиях того закона, который был принят, который ограничил муниципальный совет, там, где мы могли какие-то вещи, социальные проекты мы могли продвинуть. Поэтому, я думаю, у социалистов самые большие шансы на этих выборах. Я благодарю вас, мы выбрали уже все время. Как всегда, я на стороне избирателя, я всегда говорю, что мы с вами на одной стороне, а вам говорю спасибо за то, что пришли и участвовали в первой части нашей программы под названием «Политика». Я напоминаю, что совсем скоро наш информационный вечер продолжит выпуск новостей, а сразу после в эфир выйдет вторая часть программы «Люди». Мой коллега Илья Киселев представит вам свою рубрику «Человек-неделя». Это «Полюс», и мы с вами на одной стороне. Вы смотрите «Полюс. Политика. Люди. Страна». В эфире часть вторая. Люди. Илья Киселев уже в студии, готов завладеть вашим вниманием. Перенимаю эстафету. Спасибо, Людмила. Люди часто сетуют, что наша страна расколота, что они не могут найти между собой общий язык, и это сказывается на всех сферах нашей жизни. Но мало кто задумывается, что нужно сделать для этого объединения, каким образом нам преодолеть ту разобщенность, которая мешает сделать нашу страну богатой и благоустроенной, а жизнь достойной и радостной. Сегодня мы расскажем вам об одной такой попытке, о супермарафоне и о его победителе. Знакомьтесь, «Человек-неделя» на Акчен-ТВ, Василий Аларь. Уникальная ежегодная ультрамарафонская эстафета «Рубикон» проходит через всю территорию Республики Молдова от севера до юга. Марафон состоит из трех этапов, которые проходят через восточные, центральные и западные районы страны. Ежегодный маршрут построен таким образом, что в течение трех лет он пройдет через все районы Молдовы, включая территорию Приднестровья. Каждая гонка – это трехдневный безостановочный забег по определенному маршруту, проходящему через всю страну. Первый этап прошел в 2017 году, когда марафонцы пробежали по восточным районам Молдовы 463 километра за 46 часов. На прошлой неделе прошел второй этап марафона длиной 476 километров, который спортсмены преодолели за 47 часов. Победителем этого этапа стал Василий Аларь, офицер военной академии Александру Челбун. Василий пробежал на этом этапе марафона в общей сложности 281 километр, намного опередив по этому показателю остальных участников второго этапа. Продемонстрировав отличную физическую форму и выносливость, Василий принял участие в 22 забегах по центральным районам Молдовы, а Токница на севере до Вулканешт на юге. Несмотря на ненастную погоду вне забега, бегуны уложились в заданный график. Мы встретились с Василием во время его ежедневной пробежки. Мы называем Скулари Василий, на момент активизм в академии милитар, в качестве команданта. Я занимаюсь в струнецом, и я занимаюсь в трюнецом, но занимаюсь в ефире физическое движение. Я занимаюсь в тренажах, и я занимаюсь в тренажах, чтобы получить результат. В последний год, когда организация «Спортер» организации, как «Рубикон», как «Ультрамаротон» «Рубикон» в прошлом году, мы хотели получить более хорошую результат. И, в результате, мы хотели, в этот год, чтобы пройти 200 километров. В этом году, в результате, в которой мы слышали, то, если я не могу, то я не могу пройти эту дистанцию. В результате, в результате, что мы слышали хорошо, мы продолжали прыгать до того, чтобы пройти такой дистанции. Что заинтересовало вас в этом марафоне? Что заинтересовало меня? Мне интересовало интересное, чтобы я участвовал в этом курсе. В результате, что я только что, я имею в виду, что я только что, что я ищу, что я ищу, что я ищу. Мне нравится, что я ищу, что я ищу. В следующий год, в последний этап марафона, вы принесите в нем участие? Да. Я участвую в этом, на третий этапе, и я хочу, чтобы я перейдываю все рейоны, от каждого этапа. Скажите, Василий, одно из целей этого марафона Как вы считаете, эта задача выполняется в ходе этого марафона? Вы это чувствуете? Да, я считаю, что этот курс не уничтожает национальность Национальность позволяет нам, чтобы все районы быть более солидарны И даже в ходе курса это было слышно Когда мы распространяем флагу района От этого района на другой район Спортивные соревнования всегда были символом честной и открытой конкуренции Мирного соперничества и мощного фактора Объединяющего людей разных национальностей, религий и убеждений Именно это сегодня необходимо нашей стране Именно это может стать тем, что объединит граждан Молдовы В стремлении сделать лучше свою страну Это был проект «Человек недели» Каждый понедельник в программе «Полюс» на Акчен ТВ Наш рассказ о самых известных и заслуженных людях нашей страны Каждый месяц по итогам опроса телезрителей Мы будем определять человека месяц А в конце года по итогам вашего голосования Человека года До встречи через неделю Спасибо, Илья Ну а мы продолжаем нашу программу Настало время узнать, что думает страна Неполитики, политологи, комментаторы и аналитики Самое важное, что думают простые люди Мы спросили их о важном Что они думают по поводу решения Дарина Киртуака подать в отставку И так говорит страна Субтитры создавал Дарина Киртуака Он был премиар, но в последующий раз не очень вязательно выполняет функции « Почувствуешь образование о родехом». «Трига, нужно о родехом, родехом и другое йдем» Он не любил его Он не любил его, он не любил его, не любил его. В результате? О да, демисия. Мне кажется, что это граждан. Мне кажется, что он очень плохо. Он был дештепт, уманос, и не хапсан. И он был в жизни так простой, так простой, и из-за того, что из-за того, что он был виноват. Я думаю, что это правильно, нет? Я так думаю, что, в принципе, если я был в дозаре, и многие люди, я думаю, что у меня было вероятное. Это очень хорошо. Я очень довольна, потому что он очень мало что-то сделал здесь у нас в городе. Кругом смотрите, что творится. А такие деньги вы заплатили большие. А смотрите, что творится по городу, видите? У меня был в Инцелеске, как он успел сделать отрезы. Да, если не хватит с работами, значит, нужно уничтожить, чтобы делать люди, которые работают, которые которые сделают, которые уничтожают все проекты, и чтобы оставить о том, что уничтожают, что уничтожают все, что я умею, Чтобы, как у мамы он целился, был перманент между лупт и дисбалансом. Кундукатору требуется касаться, когда она у ноты, в каре, с лурмезы, тоц. Город свинарник. И вообще, мое такое мнение, что он еще не дорос до этой должности. В нем нет хозяйственности. Самое главное, что должен иметь руководитель города. Такое, тем более, не просто города, а столицы. Нет, мы не говорим о Степану Целмаре, дорогах, все было негативно. Он так сделал в городе. Он очень жесткий, молодец. Он очень жесткий. 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 Он с жесткой... Он очень жесткий. Он с жесткой. Вы смотрели программу «Полюс. Политика. Люди. Страна». Мы предложили свою версию событий, фактов и явлений. Сегодня вы узнали новых интересных людей, а те, кто были и так хорошо знакомы, возможно, раскрылись с новой стороны. Прощаемся ровно на одну неделю, но только для того, чтобы вновь встретиться на полюсе, ведь мы с вами на одной стороне.